В Ачинске впервые отметили татарский бутылок. В Ачинске впервые отметили День города, чем запомнился гостям и участникам этот праздник. Сельхоз товаропроизводители района приступили к осенним полевым работам. Завершилась уборка сена, сеножа, подходит к концу заготовка силоса. На днях началась уборка зерновых культур. В этот сезон на долю зерноуборочных комбайнов приходится около 18,5 тысяч гектаров. Среди всех предприятий агропромышленного комплекса нашего района самые значительные пассивные площади, а это более 7,5 тысяч гектаров, принадлежат обществу с ограниченной ответственностью ШУШ. Из них пшеница 4300 гектаров, ячменяев сапа 500 гектаров, 1000 гектаров рапса. Сейчас на полях предприятия идет уборка зимой пшеницы. Июньская жара внесла свои коррективы в урожайность. Во всех хозяйствах района пострадали посевы пшеницы, ячменя и ржи. Урожайность, конечно, здесь стала поменьше, потому что часть, где горочка выгорела, а так относительно нормально. Пока в уборке зерновых суботенцы задействовали 7 единиц техники. Готовятся к работе еще 16 комбайнов. Чтобы уложиться в сроки, необходимо привлечь зерноуборочную технику из других хозяйств района. На сегодняшний день механизаторы ООО «Шуш» закончили уборку 300 гектаров зимой пшеницы. На полях закрытого акционерного общества «Сибирь-1» уже обработали более 450 гектаров зимой ржи. Урожайность составляет в среднем 20 сантиметров с гектара. Красноярский край в числе немногих регионов страны, где сохранилась сеть развития питомнических хозяйств. На территории края действует 30 лесных питомников общей площадью 480 гектаров. Среднегодовой объем выращивания стандартного посадочного хвойного материала – порядка 30 миллионов штук. Здесь, в Каннском районе, на территории питомника таежного участкового ясничества, уже более 60 лет на 4 гектарах земли из семян выращивают хвойные деревья. Семена мы закупаем у поставщиков, то есть мы не сами заготавливаем их. В объемы у нас устанавливают по госзаданию министерство. Потом мы их храним и высаживаем сюда. Посадили 0,1 гектар ели сибирской и 0,3 гектара сосны обыкновенной. Министерство лесного хозяйства проводит повсеместную проверку питомников. Специалисты проинспектировали уже 12 лесных детских садов, расположенных на территории 11 лесничеств региона. Проверили технологию выращивания посадочного материала, своевременное проведение агротехнических уходов, растений на наличие заболеваний. Особых проблем в Каннском питомнике выявлено не было. Зелены под будущие посадки обрабатывают специальными химическими веществами – от асота и молочая. В то время как засаженные участки постоянно пропалывают. И сорняки, которые по размеру обвиняют саженцы – одна из главных проблем. У нас идут уходы. Каждую грядочку приходится 2-3 раза за сезон полоть. Вот это вот, что вы сейчас видите, это мы уже идем по второму кругу. Первый круг уже прошли, вот так было чистенько, а потом это зарастает. В прошлом году деревьями из питомника засадили 40 гектаров площадей. Хвойному молодняку до момента высадки участкового лесничества расти еще несколько лет. Такой резерв способствует восстановлению лесных массивов, которые ежегодно страдают от вырубки и природных пожаров. Трудовой десант отрядов «Суэк» энергично орудует кистями. Ребята воплощают жизнь в проект «Антиграффити». Его авторов Лилию Попкову и Екатерину Суворову на весенней сессии территории 2020 поддержал молодежный центр и выделил средства на приобретение красок и кистей. Задумка молодых активистов превратить забор напротив стадиона, где проходят спортивные и культурно-массовые мероприятия, своеобразный арт-объект. Обычно проходишь мимо этой улицы, смотреть неприятно, вандализм. Ну а так мы закрасим это все, и будут более-менее красивые картинки после этого. Для интенсивной работы более 30 литров краски, масса вдохновения и вот неприглядная стена уже имеет совсем другой вид. Глаз радует, конечно же, что нету каких-либо там нецензурных записей, надписей, а выглядит все более цивильно. Трудотрядовцы в своей работе использовали специальную краску, чтобы жуткие граффити, которые были на этом заборе, исчезли навсегда. На белоснежную стену школьники нанесли логотип компании, под эгидой которой трудятся. Скоро здесь появятся рисунки техники, которая работает на градообразующем предприятии. Это будет своеобразным подарком от ребят ко Дню города и Дню шахтера. Татарский народный праздник Сабантуй проходил в Ачинске в рамках фестиваля национальных культур «Мы разные, но мы вместе». Именно поэтому, кроме исконно татарских традиций, здесь были представлены немецкие, латгальские, армянские, азербайджанские и иные подворья. В Ачинск прибыли гости из разных городов и районов края. Галимур Абдуловна приехала из Красноярска. В нашем городе впервые. Этот праздник Сабантуй мы отмечаем с рождения. Я родила в деревне, мы каждый год отмечали Сабантуй. Каждая народность была представлена подворьями со своим колоритом – сувенирами, костюмами и обязательно блюдами национальной кухни. Это у нас все приготовлено своими руками. Вот это чак-чак. Здесь чаи, душничка называется, белоголовник. По-татарски называется это матрюшка. Любимая добавка к черному чаю матрюшка, душничка. Рахи Митегас, угощайтесь. Вот ложечки, мед, чак-чак. Вот у нас татары. То есть, когда приходят гости или просто когда идет... Нет, не только. Даже вот вы пришли ко мне в гости. Все то, что у меня есть, я все-все должна поставить на стул. Ачинцы с удовольствием угощались, покупали сувениры и просто общались. Улыбки на лицах и хорошее настроение царило повсюду. У нас объединяет этот праздник. Не только нас татар, но и я татарка. Вот татарка. У меня очень много русских друзей. Да любой национальности. Мы живем дружно и хорошо. И мне нравится праздник. Очень хорошо. У меня настолько, видимо, мы обрусели. А когда я вижу это все, у меня прям в душе такое тепло, что вот эти вот песни. Я сама уже почти забываю татарский язык. Ну и когда слушаю, я понимаю, и это мне очень нравится. В этот день Парк Победы превратился в одну большую творческую площадку. Одни наблюдали за происходящим, другие принимали участие. Сабантуй праздник не религиозный, но объединил людей разных национальностей. Сейчас этот праздник – это дань уважения нашим предкам, дань уважения нашим традициям. Это и взгляд в будущее. Почему? Потому что, сохранив традиции, мы сохраним свое будущее. Если мы не сохраним традиции, будущего нет. Мы станем серой массой. Без языка, без культурной, без национальной, без религиозной. В Ачинске проживает 69 национальностей. У каждого свои традиции, своя культура, своя кухня, которая сегодня представлена здесь. С этого начал свое приветственное слово глава города Илай Ахметов. Кухня разная, культура разная, но все мы хотим жить вместе, хотим жить в мире. У нас это получается. В Ачинске это получается. И будет получаться. Будет получаться, потому что мы можем проводить такие праздники. Праздники любых народов, которые живут в городе Ачинске. Председатель Ачинского городского совета депутатов Сергей Никитин сказал о том, что Ачинск возводили люди разных национальностей. Для каждого, кто приехал сюда, город стал домом. Наша общая задача – сохранить те добрые и теплые отношения, которые у нас есть. И мы вместе должны делать все для того, чтобы в нашем доме был мир и покой. Поздравительные речи лишь открыли праздник. Вслед за ним на открытой сцене в Парке Победы начали выступления самодеятельные национальные коллективы со всего Красноярского края. Гости и жители города с удовольствием принимали участие в народных татарских забавах. Зрелищными и динамичными получили состязания по национальной татарской борьбе Корреш. Силы пробовали совсем юные борцы и взрослые мужчины. Также гости праздника смогли помериться силой в армрестлинге, перетягиванию каната, поднятии гирь, в боях мешками на бревне, беги в мешках, беги с ведрами с водой на коромыслах, ходьбе на ходулях. По словам организаторов и гостей праздника, первый Ачинский сабантуй получился на славу. Теперь такой многонациональный праздник может стать традиционным для нашего города. Наш любимый город, прекрасный город-сад! Всех поздравляет наш детский сад! Карнавал, ярмарка, песни, сказки, концерт и традиционный салют. Железногорск отметил 67-й день рождения. Праздничные гуляния начались с карнавального шествия в 11 утра. По официальным данным, в костюмах по улицам города прошлись рекордные для Железногорска 1200 человек. Тема карнавала звучала как «Железногорск – город-сад». Праздничная колонна походила на огромную цветочную клумбу, в которой росли весьма необычные экземпляры. Я ромашка, просто ромашка, но с усами. Основные праздничные гуляния развернулись на площадках парка. На аллее звезд гостей приглашали на танцевальные мастер-классы. На Комсомольской аллее прошел третий хобби-фестиваль «Мир моих увлечений». Центральная аллея стала кварталом, эдаким арбатом по-железногорске с выставками живописи, фотографиями, аниматорами и музыкантами. На дорожках парка расположились городские мастера. Они торговали куклами, берестяными и деревянными сувенирами, пряниками, медом, вареньем и шишек. Прекрасное настроение, такой прекрасный праздник, столько новых детей. Такие все красивые, молодые, веселые. В районе скульптуры Мереведии в локации «Свадебная пора» горожанам предлагали погадать с Купидоном, заказать в небесной канцелярии ребенка. Но для начала, ну в шуточной форме, брак зарегистрировать. Елена и Денис – супруги со стажем. Они вместе уже 18 лет, но все же не смогли пройти мимо и не повторить церемонию. Мы всегда готовы включиться в такую вот ситуацию, потому что это интересно. Ну и практически раз в год случаются. Ну в нашем случае два у нас в августе, годовщина свадьбы. Пришлось кстати. Вечерняя программа традиционно прошла на стадионе труд. Для горожан выступили участники шоу барабанщиков «Заноза», группа «Кристалл» и финалисты шоу «Битва хоров» на телеканале «Россия-1» – хор Михаила Бублика. Вокалисты перепели с десяток эстрадных песен разных лет. Праздник по традиции завершился фейерверком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова